привет сегодня в общем поговорим о том что вот жили мы все жили беззаботно потом пришел переходный возраст и все привет кожа изменился да я очень издалека начала все такое в общем какой-то момент любой из нас любая из нас вряд ли это относится к мужчинам наша тема вот в общем любая из нас понимает что надо что-то с собой делать надо как-то с собой ухаживать надо в общем пользоваться косметикой чтобы подчеркнуть что нам дала природа и что нам дала особенно в избытке то убрать вот поэтому да поговорим сегодня об этом и так с чего начать как кажется мне начать нужно с тонального крема мне кажется что да вот в арсенале человека который вот решил приобщиться к прекрасному миру косметики должен быть в первую очередь тональный крем для того чтобы скрадывать какие-то недостатки до выравнивать тон лица и вообще делать нашу кожу прекрасный ровный замечательный тональный крем это номер один но тут есть подводный камень что если у вас жирная кожа то скорее всего тональный крем будет подобрать сложно вот тогда вам нужна пудра ну я имею ввиду могу открыть такая обычная компактная пудра вот мне кажется что с ней будет проще я сама вообще не любить пудр она у меня вот единственно есть лежит у меня в косметичке сумки и в общем-то пользуюсь я довольно редко ну потому что как-то тональный крем мне привычнее но вот мне кажется почему то что если жирная кожа то крем будет не ваш вариант вот выровняли мы тон лица дальше дело идет за мало наверняка есть какие-то там маленькие прыщики еще чего то чем какие-то несовершенства которые нужно скрыть более сильно для этих целей нам нужен консилер вот я думаю что он должен быть обязательно потому что ну все что вы хотите скрыть особенно сильно там мешки какие-то под глазами мешки вот тут синяки такие да он с этим справиться прекрасно вот и тут даже вот посоветовала сестре купить консилер она купила это ну вот впервые да она попользовалась такой вещью и она мне даже написала восторженную смс что боже мой это такая супер вещь где я была раньше вот в идеале если у вас попадется вот такой вот вариант да где и консилер и корректор и тут даже вот пудра есть такие варианты есть мне кажется это такой вот до 3 в 1 вообще супер вещь но скажем так речь идет о консилере именно не вот дальше 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 наверняка пойдут румяна да ну потому что природный румянец дан не всем вот поэтому нужно румяна но даже я думаю если у вас есть природный румянец то тональный крем все это дело сотрет не сотрет неправильно сказала скорее немножко его сделать незаметно поэтому в любом случае надо подчеркнуть румянами румяна должны быть обязательно как мне кажется Но если вам охота заморочиться и, насмотревшись разных видео на YouTube, вы тоже хотите придать определенный контур своему лицу, то вам нужен бронзер. Поэтому бронзер, я думаю, тоже стоит приобрести. Во-первых, летом это удобная вещь, а во-вторых, просто для более красивого, более естественного, более правильного очертания вашего лица он вам пригодится. Но можно выйти с положения другим вариантом. Не покупать румяна. Ну, румяна, не знаю, может быть, все-таки придется купить. Но не покупать бронзер, а купить румяна именно вот такого вот оттенка. Потому что, во-первых, это румяна. И много марок предлагают вот такой оттенок румяна, знаете, такой землисто-грязный, что ли. Почему это классно? Бронзер все-таки заметно, что вот он здесь лежит. Вот если его не очень хорошо растушевать, ну, как-то немножко искусственно смотрится. А вот такого плана румяна они смотрятся вообще отлично, прекрасно. И очень естественно. Да? Что особенно приятно и особенно важно. Вот. Дальше. Брови. Я за то, чтобы брови были видны на лице, за то, чтобы они были ухоженные, красивые, подчеркнутые. Вот. Поэтому я за уход за бровями. Значит, в нашем случае это карандаш для бровей или тени. Я не знаю, что лучше, да, покупать в первый раз или там, да, ну, вот, отвлеклась. Я думаю, это зависит от вашего выбора. Я предпочитаю, мне больше нравятся тени, потому что, мне кажется, они выглядят более естественно, более ухоженные брови, более такие вот, ну, холеные, что ли, да. Не знаю, относится ли это слово к бровям, но мне так кажется. Поэтому лучше, наверное, тени, тем более, скорее всего, в наборе у вас там будет, вот, как у меня здесь, кисточка, там, да, несколько оттенков, иногда даже еще что-то дают. Ну, такие вот приятные дополнения, которые приятно получить. И я бы посоветовала еще гель для бровей, потому что, когда вы все это нарисуете, все у вас это будет красиво лежать, весь день это держаться не будет. А с гелем продержится, я не знаю, день, ночь, там, долго. Так что гель. Вот. Что еще, да? Я все-таки думаю, что даже для начала было бы неплохо иметь какой-нибудь хайлайтер. Ну, наверное, в идеале это именно мак, потому что, ну, на мой взгляд, это не только для того, чтобы, да, тут что-то подчеркнуть, выделить, да, придать какое-то сияние неким частям лица, но и тела, да. Мне кажется, что его можно использовать по-разному, да, и как тени немножко, да, блеска добавить, и под бровь, и даже, может быть, на блеск, на губы немножко нанести. Я думаю, что это полезная вещь иметь в любом случае. Вот, дальше, если вы хотите, вы, конечно, можете приобрести даже под... вот, если вам, да, охота рисовать там стрелки, еще чего-то. Я думаю, что карандаш здесь не лучший вариант. Вот, он требует, ну, как мне кажется, больших навыков. Лично у меня. Мои руки не приспособлены для карандаша, поэтому я предлагаю обратить свое внимание на гелевую подводку. Я думаю, это лучшее решение, чем карандаш. Теперь тени. Тени, тени, тени. Я думаю, что для начала хорошо иметь именно кремовые тени, потому что они не требуют никаких особых навыков. Нанес, забыл и пошел. Вот. Никакой растушевки, ничего такого. Но если вам хочется заморочиться, то я думаю, лучше всего взять не какие-то там тени однушки, двушки, а вот такую вот палеточку, да, из трех цветов, да. Основной, там, не знаю, светлый какой-то, основной и потемнее, да, чтобы вам было с чем заморачиваться. Я думаю, что обратить свое внимание стоит на коричневую гамму и именно такую вот розовую-фиолетовую. Мне кажется, она подходит почти всем. Да всем, наверное. Вот. И с такими цветами вы не ошибетесь. Ну, и для конца, это, как говорится, блеск или помада. Кто что предпочитает? Я сама сейчас больше предпочитаю помады. К ним не липнут волосы, смотрится тоже естественно. Помад сейчас полно и оттенков, и по текстуре, в общем. Это тоже что-то, ну, как бы, да, чтобы закончить образ. Кстати, я сейчас и без помады. Видите? Сразу как я преобразилась, поэтому это нужно иметь. Ну, и, конечно же, конечно же, тушь, да, тушь. Ну, без туши никуда. Я думаю, тушь вообще есть у всех, поэтому о ней даже и говорить-то нечего. Выберите, какая тушь вам подходит для ваших ресниц и покупайте ее смело. И в конце пару слов буквально о кистях. Я думаю, что все-таки лучше иметь для начала именно кисти. Ну, вообще иметь кисти, потому что пользоваться тем, что предлагают в наборе к теням, это вообще не вариант. И поверьте, с использованием кистей ваш макияж станет, ну, не просто лучше, он станет просто прекрасным. И если у вас, начну я с гели, для гелевой подводки такая кисточка, если вы ее покупаете, то, конечно, возьмите к ней кисточку. Я думаю, лучше вот такую, чем скошенную, ей рисовать проще. Вот, но если вы не хотите гелевую подводку, вам такая кисточка не нужна. Для теней. Что-то типа 217 от Мак. Я думаю, что это вообще супер кисть на все времена. Но если вы не хотите тратиться на Мак, то я думаю, что у других марок, да, гораздо более дешевых и тоже, в общем-то, неплохих, можно найти кисти. Но там, наверное, нужно будет покупать вам две хотя бы, потому что она такая многофункциональная. Чтобы ее заменить, нужно, ну, несколько кистей. И кисть Кабуки. Вот она обычная. Да, такая вот. 182, если это от Мак. Вот, она вам и для пудры, и для румяна, и для бронзера, и для всего подойдет. Вот, поэтому с этими двумя кистями, да, 217 и вот эти, можно сделать вообще весь макияж. Ну, а для тональной основы подойдет такая вот 187, кажется, да, от Мак. Ну, она тоже многофункциональная для тональника, для румяна, для пудры, для всего. Так что вот эти три кисти, мне кажется, такие обязательные. Вот, в принципе, это было все. Мое мнение на данную тему. Вот, надеюсь, было полезно. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok